ИЗНР. Похожие поправки в Конституцию действительно важны, раз начали сажать за решетку один за одним оппозиционеров. Вот и за Николаем Платошкиным пришли. Его обвиняют в организации массовых беспорядков, сопровождающихся насилием, погромами, поджогами. Вы слушайте. Уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказание вооруженного сопротивления представителю власти, а равна подготовка лица для организации таких массовых беспорядков или участия в них. То есть еще осталось добавить, что он под откосы поезда пускал. Вот это на полном серьезе Следственный комитет сейчас предъявил ему обвинение в этих деяниях. Это преступление, в котором он обвиняется, считается особо тяжким преступлением. Наказание предусмотрено от 10 до 15 лет лишения свободы. Здрасте. Мы хотели бы попасть на заседание Платошкина Николая Николаевича. Здесь супруга его... Супруге можно пройти? Можно хотя бы супруге пройти на заседание своего мужа. Отключили. Здрасте, можно? Презы. Можете, пожалуйста. Огласка сейчас жизненно необходима. Делитесь этим видео. Лайк, комментарий в поддержку Николая Платошкина обязателен. Нам ни в коем случае нельзя допускать, чтобы вот так вот легко могли взять каждого и возбудить уголовное дело только потому, что ему не нравятся поправки в Конституцию. Ему вменяют организацию массовых беспорядков. Адвокат Николаю Николаевичу предоставлен. К сожалению, в нашей стране борьба с оппозиционными политиками ведется именно такими методами. Но мы не сдадимся. У Николая Николаевича хватит сил и мужества продолжать борьбу. Победа будет за нами. Теперь Николая Платошкина подозревают в совершении преступления сразу по двум статьям Уголовного кодекса Российской Федерации 212 и 207 и 1. Склонение или иное вовлечение лица в совершение массового беспорядка. Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности. Вот кадры момента задержания. Соратники подавали, призывали выйти, что учла на согласованные митинги и пикеты. Можете найти мое обращение к сторонникам, где я обращал внимание именно на то, что в строгом соответствии с законом проводить семипрятия. И более того, уточнял, что даже в связи с санэпидемиологическими нормами в строгом соответствии. И насколько я знаю, очень много наших сторонников подало уже заявление на разрешение проведения. Вот собственно и все. И исходя из той информации, которую мы получали, и планировалось проведение или не проведение этих мероприятий. Да кому и дело есть, о чем там кто договорился. Просто взяли и утащили на суд человека, пожилого, между прочим, человека. Хотя после ареста Быкова вообще чему-то можно удивляться. Что дальше? Пишите в комментариях. Не можем дозвониться до Николая Николаевича. Хотели его пригласить в эфир на субботу. Я говорю, я обязательно говорю, он мне тоже не отвечает. Я обязательно передам всю эту информацию. Говорю, ну давайте дозваниваться. И тут мне звонит вот Ольга Костерина и говорит, ваш адвокат такой-то. То есть это буквально было, наверное, где-то, наверное, 12-й час. Вот по времени так. Я говорю, какой адвокат? Я ничего не понимаю. А вы где были? А я была, я к дочери поехала. Мне нужно было дочери отвезти, там кое-чего. Я поехала к ней. Значит, и она говорит, ваш адвокат такой-то. Говорит, ты что, не знаешь, у тебя в квартире обыски идут? Николай Николаевич с кем? Я говорю, он один. Но она мне говорит, выехал срочно адвокат, он едет к вам. Ставьте лайк супруге Платошкине за то, что она поддерживает его, находясь рядом в столь тяжелый час для оппозиционеров России. Как так-то вообще? Можно было просто взять и без предупреждения вломиться. Видно же, что люди-то эти Платошкины порядочные. Они бы и так все рассказали и показали, кто там что, какую революцию намечал. Тоже мне Че Гевару нашли. И, значит, ну я все звонила ребятам, говорит, нет-нет, еще идут обыски, еще идут обыски, он там, адвокат с ним. То есть это продолжалось долго, да? Это продолжалось где-то более часа. А вы еще дома не были? Нет. Мне нужно было ехать где-то 50 минут. И вот пока это время, буквально мы разминулись минут 5. Около часа обыска? Да, даже больше. Это все квартиры можно там переводить? Ну, в общем-то, да. Изъяли, значит, ноутбук. Изъяли, значит, ноутбук. Изъяли, причем компьютер стоял один мой, значит, один наш. Один был не наш компьютер. Камера лежала не наша. Забрали камеру, забрали денежные средства. Вот, значит... Средства-то за что-то такое? Не знаю, видимо... Им мало, наверное, да? Да. Но деньги-то зачем брать? Трусы не забрали Николая Николаевича? Ну, конечно же, спокойствие супруги Анжелики Платошкиной впечатляет. И, конечно же, оно насторожит тех, кто думает, что это все постановка. Ну, поживем-увидим. Никакой истерики, а мудрая, ответственная поддержка человека. Уважение таким девушкам. Я говорю свободу Платошкину, свободу Илье Азару, свободу Думумину Гаджиеву, свободу всем, кто брошен сегодня в застенки. Свободу всем, кому не дают говорить. Я считаю, что все оппозиционеры должны иметь право высказываться, должны иметь право на то, чтобы в социальных сетях и иным способом доносить свое мнение до людей. Также очень резко в поддержку выступил Максим Шевченко. Еще бы, это левого толка политики, выступающие за социальную справедливость, которой так не хватает сейчас в стране. Моя позиция тут тоже известна. Мы сделали ролик, в котором мы разобрали, что будет, если Николай Николаевич станет президентом Российской Федерации. Рекомендую к просмотру. На многие вещи у вас откроются глаза. Это многое поясняет, почему его сейчас прессуют. Недаром сегодняшние репрессии против Платошкина совпали, как я об этом сказал уже на эхо Москвы, с заявлением КПРФ. Буквально несколько часов назад Центральный комитет Коммунистической партии Российской Федерации выписывал заявление, которое, на мой взгляд, имеет важнейшее политическое значение и содержание. По существу, партия власти отказывается мирно и демократично развернуть курс корабля. Политика требует активного участия масс. Бойкот общероссийского голосования ничего не даст. Быть гражданином, значит, бороться за судьбу страны. Власть должна знать позицию градона и считаться с их волей. Ну, понятно, что никакого закрепления принципов социализма в основном законе, пока Единая Россия доминирует в Думе, не будет. И пока Путин у власти. Поэтому, фактически, КПРФ, требуя закрепления принципов социализма в основном законе, на самом деле, вносит вводом недоверие Путину, его правительству и всему этому большинству. Друзья, давайте вот посмотрим, значит, сегодня, что происходит. Почему сегодня, когда президент ЦК КПРФ выступил с этим важнейшим заявлением, которое на самом деле бросает вызов всей существующей системе лжи и эксплуатации в нашей стране, внезапно был арестован Николай Платошкин? Николай Платошкин, который в последнее время достаточно жестко критиковал КПРФ, выступил с открытым письмом Зюганову, нападал на Николая Бондаренко, и его сподвижники нападали на известного блогера-миллионщика, между прочим, депутата от КПРФ Николая Бондаренко в Ютубе. Почему это случилось? Что это? Что это? Есть версии такие, что это сделано специально, чтобы отвлечь внимание от заявлений КПРФ, чтобы никто не обсуждал заявление КПРФ, а обсуждали сейчас свободу товарища Платошкина. Да, свободу товарища Платошкина поддерживаю, и, в принципе, репрессии недопустимы, еще раз говорю. Версия-то верная, действительно. Как КПРФ, так и Платошкин не пошли на поводу у режима и решили не бойкотировать выборы, а прийти всем и проголосовать против. Смотрите на дату 4 число, день в день с задержанием Платошкина. Вот на официальном сайте КПРФ. Реальная политика требует активного участия масс. Бойкот общероссийского голосования ничего не даст. Быть гражданином значит бороться за судьбу страны. Власть должна знать позицию граждан и считаться с их волей. Мы уверены, что каждому следует высказать свое мнение в соответствии с совестью и заботой о будущем своих детей и внуков. Каждый призван решать, можно ли голосовать за новое издание Ельцинской Конституции. Наш ответ – нет. Поддержать такой документ мы не можем. Даже постоянный обитатель тюрем Навальный был ошарашен таким хамством в отношении Платошкина. Арест Платошкина, я не очень понимаю, это все-таки арест его или задержание, но, по сути, не такая большая разница. Я надеюсь, его выпустят под домашний арест или куда-то хотя бы. Это политически мотивированное уголовное преследствие. Платошкин, кстати говоря, многие журналисты пишут, типа, видеоблогер Платошкин. Ну, это просто плохие журналисты, я считаю, потому что Платошкин – это, конечно, довольно известный политик. Весьма популярный на левом фланге. Я не могу сказать, что очень подробно знаком с его деятельностью, но у него есть YouTube-канал, и в этом смысле он как большой СМИ. Это, по-моему, полмиллиона просмотров. Он довольно жестко высказывается против этого путинского голосования, которое не голосование, а механизм продления сроков Путина. Он призывает протестовать против этого, призывает выходить на улицы и имеет полное право и действует в сто раз более законно, чем действует сейчас власть. И я так понимаю, что он пытается зарегистрировать партию, участвовать в выборах, и нет ни малейших сомнений, что поступило политическое указание из Кремля, которым не нравится, что Платошкин взаимодействует вот именно с такой левой частью оппозиционного спектра. Платошкина пока отпустили под домашний арест. Ну, как, дали там три дня, чтобы обжаловать, а потом на 15 лет могут посадить. Вообще, как мне кажется, история здесь вообще очень простая. Сейчас возьмут Платошкину, паяют эту уголовку, там по условной статье как-нибудь аккуратненько, и у него будет вот такая вот висеть за организацию массовых митингов. После этого он не сможет выбираться, потому что прошел совсем недавно вот закон, вступил в силу, в котором ясно черным по белому написано, если вот, в общем-то, у вас есть статья какая-то, тем более за разжигание митингов, вот этого всего протестных настроений, то вам никогда не быть в избираемых должностях. Все, тем самым они его как бы байкотировали и всю его политическую карьеру рубанули. Так что у нас, если сейчас все так и останется, а скорее всего все так и останется, то Николай Платошкин никогда не сможет быть лицом всенародно избранным. Я вам скажу, в чем его обвиняют. Его обвиняют в организации массовых беспорядков, сопровождающихся насилием, погромами, поджогами. Вы слушайте, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказание вооруженного сопротивления представителю власти, а равна подготовка лица для организации таких массовых беспорядков или участия в них. То есть еще осталось добавить, что он под откосы поезда пускал, понимаете? Вот это на полном серьезе следственный комитет сейчас предъявил ему обвинение в этих деяниях. Это преступление, в котором он обвиняется, считается особо тяжким преступлением. Наказание предусмотрено от 10 до 15 лет лишения свободы. Естественно, мы постановление суда об избрании мер пресечения виде домашнего ареста будем обжаловать. В течение трех суток нам закон на это дает время. Но в силу оно вступает незамедлительно. Поэтому я вас очень прошу, никаких провокационных или иных вопросов Николая Николаевича не задавать, чтобы он не ответил. Сейчас он будет транспортировать, да? Ольга, ребята, никаких вопросов не задаем. Ну нашли же, блин, революционера-поджигателя, конечно. Николаю Николаевичу нужна наша поддержка. Только вместе мы можем вытащить человека из этой решетки. Это только нам под силу. Это вам не какой-нибудь там Эрик Давидович. Платошкин страдает за будущее страны. Позор! 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 Его следствие приняло решение вывести его через черный вход. Делитесь, пожалуйста, этим видео. Наша задача – спасти человека. Ведь от этого зависит судьба всей России. Если им удастся засадить сейчас Платошкина, так же, как сделали с Быковым или Шаманом, то завтра мы будем бегать с голой попой, зато размахивая флагом с медведем. И главная защита от всех несгодий погодных, солнечных, природных, которые нам обеспечат эта выданная синяя кепочка. Анна Мжихтер. Не то, что сторонниками, участниками движения. Мы ничего противозаконного не сделали и не пытались, и не планировали делать. Некоторые из нас уже вступили в партию, про которую говорил Николай Николаевич, так что работа будет продолжаться. Продолжение следует...